Одно из основных событий сегодняшнего дня в Ростове-на-Дону завершился процесс по громкому делу об убийствах и терроризме. Главный фигурант, бывший мэр Махачкалы, Сайт Амиров. Долгие годы он был одним из самых влиятельных людей не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Два года назад в операции по его задержанию участвовали бронетехника и вертолет. Амиров уже осужден на 10 лет по предыдущему делу. Виновным он себя не признает. Но суд решил, что следствие предоставило убедительные доказательства. Приговор выслушал наш корреспондент Юлия Чумакова. Высшая мера наказания – пожизненное заключение. Такой приговор вынес в Северокавказский окружной военный суд бывшему мэру Махачкалы Сайду Амирову. Его племяннику Юсупу Джапарову, проходившему по делу как сообщник и ближайший помощник Амирова, суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела, а это еще 6 человек, получили различные длительные сроки от 10 до 22 лет заключения. Всех участников процесса доставили в суд в сопровождении специализированных военных машин «Тигр» и завели с черного входа. Вокруг здания бойцы ОМОНа доступ на территорию суда был разрешен только журналистам и ближайшим родственникам Саида Амирова. Поддержать его приехали человек 50. Почти все они остались за воротами в целях безопасности. В зале суда за толстым стеклом, помимо самого экс-мэра, все, кто, по версии следствия, причастны к организации нескольких убийств. Самым громким из которых стало покушение на Арсена Гаджибекова, начальника следственного отдела по советскому району Махачкалы. Его расстреляли из автомата на пороге дома. Полковник следственного комитета курировал особо тяжкие преступления, в частности, расследовал теракт. В Кизляре в 2010 году Саида Амирова задержали как раз по подозрению в организации его убийства. К этому спецслужбы готовились как к войсковой операции. Десятки бойцов, бронетехника, вертолет. Все знали, что подобраться к Амирову будет непросто. Батальон личной охраны, снайперское прикрытие, бронированный джип. Он был арестован в кабинете собственного дома в июне 2013 года. Амиров вначале вообще не поверил, что его кто-то посмеет тронуть. И вот после того, когда семеро участников этой банды и их высокопоставленный заказчик были арестованы, их адвокаты пытались добиться выделения уголовных дел в отдельные производства. Ну, видимо, рассчитывая, во-первых, на суд присяжных, но, естественно, на более мягкие приговоры. Однако следствие доказало, раз уж они все вместе совершали такие дерзкие и жестокие преступления против личности, общественной безопасности, государственной власти и правосудия, то и отвечать им придется всем вместе. После ареста Амирова этапировали в московский следственный изолятор Лефортова. Там он пытался резать вены, надеялся на перевод в тюремную больницу, а, возможно, и на что-то большее. Но в ходе расследования всплыли факты, подтверждающие причастность Амирова и к подготовке покушения на Сагида Муртазалиева. Известный российский и украинский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сидны, общественный и политический деятель. В 2010 году Муртазалиев становится главой пенсионного фонда Дагестана и основным конкурентом Амирова на пост главы республики. По версии следствия, самолет, в котором летел Сагид Муртазалиев, планировалось сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Затем все это хотели списать на действия боевиков. В громком уголовном деле это был первый доказанный эпизод, за который год назад Амирова уже осудили на 10 лет. Но так как заказчик убийства Арсена Гаджибекова еще не был найден, следствие продолжалось. Объем дела составил 91 том. В суде допрошено более 100 человек, свидетелей и потерпевших по делу, как непосредственно в суде, так и с использованием видеоконференц-связи. Кроме того, судом изучено большое количество вещественных доказательств по делу. Это оружие и боеприпасы. Почти 4 года понадобилось следователям, чтобы собрать доказательную базу и выяснить, кто стоял за убийством представителя Следственного комитета Арсена Гаджибекова. За это время оперативники задержали еще семерых человек, причастных к этому делу. Сегодня все они были в зале суда. Помимо прочего, им инкриминируют теракт в торгово-развлекательном комплексе в Каспийске. Приговор Амиров выслушал молча, но известно, что свою причастность к преступлениям он отрицает. Его адвокат утверждает, что состояние Амирова сейчас вызывает большие опасения. На его жизнь не раз покушались. Он стал инвалидом после выстрела в позвоночник. И это, по словам защиты, суд должен был учесть. Но главное, на чем настаивает адвокат, на абсолютной невиновности своего подзащитного. У защиты есть право подать апелляцию в вышестоящий суд. И, как заявил адвокат, они обязательно этим правом воспользуются.